Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Салом 135, 13 по 15 стих. Разделил черное море, ибо век милость его, И провел Израиль посреди его, ибо век милость его, И низверг фараона и войства его, В море чем мноя, ибо век милость его. 26 стихов, мировая история, и везде вовек милость его. Вот нужно научиться мыслить в категории священного писания. А если бы эти люди приняли эту меру, значит, во-первых, не погнались, а потом бы приняли это как есть. Фараон это тот, который над нами. Это может быть первый секретарь, президент, для жены муж, то есть кто угодно. Это события естественные, которые в мире идут. Война, выселение. Это все фараоны наши. Болезни. А как? Море. Спасительнее море слез. Вот я посмотрел, ответ только один нахожу. Не без нашего участия Господь говорит, ибо век милость его. Когда мы в последний раз это говорили, когда по-нашему, мы просили, получили, вот вчера только сообщили, что проповеди во свете Святой Библии вышли. Теперь только вывести надо. Конечно, вовек милость его. Такая огромная сцена, они думали совершенно не знать. И у нас сразу еще есть такое же почти. И на этом заканчивается эта работа. Ибо вовек милость его. А дальше радуются, что враг погибает. Видите, какая трудная задача стояла перед евреями. Запомнить это все. Они ничего этого не знали. Какое море черное. Он мог бы обходить, но думали скорее отойти. Они знали, что враг погонит за ними. Рогов теряет. Они все делали. И оказалось, что горе. Ни один человек не знает, что делать. А у Параона уже своя мысль истребить. Остатки пленить, чтобы работали. И мы знаем, как это было. Господь Израиле вел. Ночью столб огненный. Днем, как облако. Тоже столб. Нас Господь видит, где этот столб? Какое указание? Вот тогда вообще это, когда вникнешь, и тогда вот этой трансформацией на сегодняшнюю нашу простую жизнь все по-другому будет. Мы хотели так. Да, это наше желание. Но море впереди. И как написано в другом месте, что стилой стояла вода. Люди говорят, ветер дул, поднялась. Ну, ветер дул, да, волны идут. Но никак не может быть, чтобы расстояние было. Сегодня подсчитывают, сколько их было в один ряд. За сколько они могли пройти. А им только одна ночь была. Дальше больше не было. И сколько людей определенно уже все рассчитали. Как они будут жить. Моисей сам не знает, что дальше будет. Вот это почти самое главное. Плана у него не было. Вывести. А спасти как? Да родной брат будет еще подошку ставить. Аарон. Вместе с людьми, которые отступили. Золотого тельца вылили. Но объяснение даются. Это для того, чтобы пока задержались. Пока Моисей на горе получает закон Божий. Об это время Моисей придет и тут уже распорядится. А у него распоряжение очень простое. Кто дети Божьи? Ну, имеется в виду ливий на колено. Сразу отступили. Сколько тысяч человек. Кинжалом руки. Паша Трамп. Проверьте, кто хотел уходить обратно. На месте резче при всех. Дети, жена, не смотрите на это. И мы знаем, три тысячи человек сразу зарезали. Священные руки, которые приносят жертву. Ладан. Песнопение. И вдруг они видят перед собой вчерашние прихожане. Они пошли против. Вернуться туда. У нас были огурцы. Были у нас там ангузы, чеснок. Все поминают, что у них там было. А что такое было поношение. Что детей, рожденных мальчиков, всех до одного убивали. Это как понимать? Все забытое. Но Господь им об этом напомнил. Мы сейчас посмотрим. Слово фараон. Для некоторых может это покажется даже странным. Встречается в Святой Библии 248 раз. Значит, эта пигура никуда не исчезла. На нее ссылаются в Новом Завете, когда Степана готовится побить камнями. И слово Черное море, это Красное море. Тридцать раз. Мы некоторые места сегодня откроем, посмотрим, вписываемся мы туда или нет. А Моисея, где ничего бы не сделал. У нее были приближенные люди, которые разъясняли, учили. Считаем. Исход. Пятнадцатая глава. С первого по четвертый стих. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника Его вернут в море. Господь, крепость моя, слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой. И прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь, муж брали, и Его имя Ему. Колесница фараона и войска Его вверх Он в море. И избранные военачальники Его потонули в черном море. Видите, поколение за поколением, мучи за столом, когда идешь с сыном. Везде всегда напоминай об этих дивных делах, как Бог вывел из рабства. Мы когда-то были, может, неверующие некоторые. Разберите свою жизнь. Найдите тот момент, когда Господь вас призвал. Когда пора Он от вас отстал. А то я вот уверен, но не могу. И говорит, нехорошие дела делаются. Значит, и не вышел. Все еще под его рабством. Здесь полная свобода. Свобода слави Бога. Мы сейчас просчитали это место, которое Израиль учил на Идущий. Они детям показывали. Но были, которые, всякие были. Но были и ревнители. Сказали, чтобы не сообщаться с теми народами, которые Господь изгоняет. Нет. Важный. Сын важного Отца привозят в важную из другой религии. И люди молятся, а он прямо в шатер заводит. Запереться нельзя было. Обыкновенный балаган. И только один взял копье и вошел. И одним ударом пригвоздил их к земле. Значит, застал в самом грехе. И все прекратилось. И Господь сразу говорит, вовек это не забудется. То есть, нужны какие-то действия. А действия в нашем... Вот мы христиане. Мы ничего этого не можем делать. Ни камнями побивать, ни бить. Мы можем только молиться. Бить по-своему я не могу. Вот у нас сейчас сколько мы уже видим. Близкие люди есть, которые находятся в тяжелом состоянии. В любой день они могут лишиться жизни. Мы видим, куда противники вошли уже. Пересекли границу. А они там, вот так, не дай Бог. И поэтому сократите ночь свою. Я сколько раз говорил. Давайте договоримся. Как только начинается новый день. Ну, выйди хотя бы на кольцо. Скажи несколько слов благодарности Богу под звездным небом. Это же не город. Опасности нет такой. Шаг не маленько, посмотри на небо. Что-то большее откроется. Я скажу, что мне раньше не приходилось так регулярно, ежедневно выходить ночью. Это нельзя выразить словами. Вот когда дождь, все равно только вышел, назад вошел, хотя бы с крыльца. Но не всегда в это время дождь идет. И ты увидишь, как близок Господь. Вот эти звезды, луна. Мало того еще, я сразу увидел четыре спутника. А если люди там близят, вот им тяжело. А мы-то здесь в таком просторе живем. Чего у нас не хватает? Ревности. Считаю. Исход 23 глава. С 31 по 33 стих. Проведу пределы Твои от моря Черного до моря Холестимского и от пустыни до реки. Ибо предам в руки Ваши жителей всей земли и прогонишь их от лица Твоего. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле Твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богами их, то это будет тебе сетью. Самый большой грех – это служить другому Богу. Жители прогонить, им земля не прибежит. Да у них тут идет уборочек, может быть, они живут все время, предки, прадеды были. Все кончилось. Документы переделаны. Господь говорит, садствовать будет. Мы говорим, самая такая молитвенная книга – псалтырь. А псалтырь – это музыкальный инструмент. Арган, по-нашему сказать, там, скрипка, еще что-то. Это именем какого-то предмета. Надо увидеть его там, что на гусах когда играют. Сегодня тоже есть подобное. Надо пользоваться тем талантом, которым Господь нас наградил, который мы развили. И ради других хотя бы, Господи, позволь мне еще послужить. Не просто так, вот здесь хорошо у меня, и да, хорошо, но у Бога другой план у нас. Он знает, что мы выдержим или не выдержим. И написано, во всем царском семействе был только один угодный Бог, и он в младенчестве умер. Остальное все под метелку Бог вывел. Дальше числа. 21 глава, 4 стих. Ну, может, с 1 по 4. Ханананский царь Арада, живущий к югу, услышал, что Израиль идет дорогу от Афарима, вступил в сражение с лезаритянами, и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обет Господу, и сказал, если придашь народ сей в руки мои, то положу заплятие на города ее. А нас лишь идет. Если в пленит что-то, то этого Самсона сегодня не ослепляет Господь, не допускает, а наоборот отомстит, а тебя возвысит. Надо Богу доверить все. Взяли в плен, но это война. По-другому все будет. Истреблено будет, и все города, все с землей сравняется. Господь услышал голос Израиля, и предал Хананнеев в руки ему. И он положил заплятие на них, и на города их. И нарек имя месту тому, Хорма. От горы Ор отправились они путем в Терновом море, чтобы миновать землю и дома. И стал молодушествовать народ на пути. Молодушествовать. То есть, мы не даем, нас победят, а народы великие, они между собой объединятся, антанту сосаруют, нападут. Богу это не угодно. Даже один останешься, ты знаешь, тобой Господь. Сила, победа там, где Бог, где Бог. Второзаконие 2.1. Мы несколько мест посмотрим, и как Господь заступается за тех, которые верят Ему до конца. И обратились мы, и отправились в пустыню, в Черновом море. Как говорил мне Господь. Немного времени ходили вокруг горы Сеира. Виновна. Виновна гора. Господь вокруг их водит год за водом. Там асфальт уже, наверное, под ногами был. Почему? Почему не готовы? И вот когда пошли смотреть землю, которую Бог дает, двое на шесте принесли одну виноградную кисть. Это вообразить даже нельзя. Что это такое? Ну, ясно дело, что это не четверть. И стали говорить, что нам нельзя. Люди там, как деревья. А города, такие стены до облаков. Все из тех, которые ходили разведчики, только два сказали правду. Господь говорит, они останутся. Все остальные 40 лет. 40 дней ходили, разведывали. И 40 лет будут бродить теперь по пустыне, пока все не перемрут. О ком это сказано? Это всегда было такое. Не поняли этого. Плохой царь был. Вот теперь хорошего дал. Как сегодня считают, сколько миллионов погибло где? Сами себя истребляли. И вчера, которые были даже люди незенатные, остались богатыми такими. Тут свои Щипаевы, тут Хочевские. И в конце и в конце концов, Бог смел все. Мы опять видим, Господь дал свободу. Свободу веры. А в этом соревноваться с нами вряд ли кто будет. Потому что мы имеем святых отцов, каноны церкви, священство, епископат. Мы благодарим Бога. Дальше. Иисуса Новина 2.10. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Амарейским за Иорданом, Сигоном и Иогом, которых вы истребили. Это вовек милость его. Что-то не запомните, но одно запомните. Иисус Новина 2 глава целиком считается. Войти в эту историю. Они их учили детей. И чтобы вот так вот в верующей семье отец учил, мать согласна, дети подросли и ушли в мир. Вообще мы не считаем такое даже. Надо крепко-крепко им это дать. Сел за стол, пока главу не просчитаем, пока пускай тут остынет. Дальше. Деяние апостола 7.36. Это целая глава. Когда догонали, как это было, добили Степана. И он всю историю подряд. Они слушают и камни в руках держат. И он все говорит правильно. И они слушают и соглашаются. Вся израильская история. И вдруг он останавливается. Ну почему на этом вы не закончите сказать, а второе вы знаете? Нет. Ему не это нужно. Ему нужно тронуть этих людей. Меня иногда батюшка спрашивает. Ты когда говорил, ты думал, что примут, не примут? Мне не дано это думать. Он сказал, идите и скажите. А результат будет совсем не тот, какой мы ожидаем. А какой? Не знаем. У Бога совершенно по-другому для нас план. Так, один стих пока. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в тюрном море, и в пустыне в продолжение сорока лет. Ну это там с пятого по шестьдесятый стих написано. Впереди просчитать. Это, наверное, пятьдесятый стих. Ну-ка начни. Не моя ли рука сотворила все сие? Вот так. Господне, все. Он напоминает. И вдруг останавливает и говорит, жестоко войны. Люди с необрезанными сердцами. Кого вы не гнали? И говорит, о распятии Иисуса Христа они скрежетали зубами. И вывели его и стали побивать камнями. И вдруг видит он Господа. Иисус встал, приветствуя мученика. Самое великое, что на земле мы можем достичь, это быть мучеником за Христа. Которого там держали, арестовывали, остался живой исповедник называется. И то большие права даются. А как и заступаться за тех, которые отступились. Не выдержали пытки. А человек это все испытал и говорит, это так тяжело. Никто не может ходатайствовать. Он должен ответить за свой поступок. Евреи в 11.29 Еще немного вернемся назад. Число откройка. 21.1.9 Будут считать дома или нет. Сейчас мы пройдемся не один стих, а 9 стихов прочитаем. 21.1.9 Ханананский царь Арадо, живущий к югу, услышал, что Израиль идет дорогу от Рима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обет Господа и сказал, если предашь народ сие в руки мои, то положу заклятие на города их. Господь услышал голос Израиля и предал хранеев в руки ему. И он положил заклятие на них и на города их и нарек имя и месту тому Хорма. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дома. И стал молодушевать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды. И душе наше противило это негодная пища. Которую Бог с неба давал. Какие слова говорят? И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ и умерло множество народа из сынов Израиля. Вот смотрите, змеи, спасения никакого нет. Чего, никакие вакцины придумывают и от всех змей не могут составить. На некоторых только еще. И только при том, там первые минуты уколы сделают. Здесь ничего нет. Что дальше Господь говорит? И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Змеи куда? Теперь все по-другому уже. Хорошо, мы виноваты. Вот это Господь вышел через змей. Ну, видите, закрытая. Это никакая змея не заползет. А там никак. Шатер. Бетром колышет. Шкула там висит или что при входе. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змея. И помолился Моисея о народе. То есть они знают, что удалить змей. Но у Бога совершенно другое. Сейчас большой шаг делается в Новый Завет к жертве Голгофской. Спасение во Христе. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисею медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, остался жив. А Господь дальше мы будем считать, как вознес Моисею змею в пустыне. Медный, из меди выкану, мертвое, железо. Так должно быть вознесено сыну человеческому. Ну и в Тазаконе, 2 глава с 1 по 7 стиха, чуть повторим немного. И обратились мы и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь. И много времени ходили вокруг горы Севера. И сказал мне Господь, говоря, полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к Северу. И народу дай повеление и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исауовых, живущих на Севере. И Иаков и Исаак родные братья, но тот совершенно в другой стороне. Но он брат, ничего не трогайте, потому что я им пообещал дать эту землю. И вернуть ее уже никак нельзя. Бог там свою роспись и по нашему стать печать поставил. Все это знайте. И они убоятся вас, но остерегайтесь. Начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их, ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исау. Пищу покупайте в них за серебро и ешьте, и воду покупайте в них за серебро и пейте. Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот сорок лет Господь Бог твой с тобою. Ты ни в чем не терпел недостатка. У кого больше двадцати лет было, все перемерли. Может быть, дня не хватало. Все, Бог сказал. Сорок лет, пока все не подмел, а новое покорение с нуля начали учить. Потеряю в то время. Совершенно по-другому было. Вот так, чтобы собираться, читать Библию, мы слова-то это не слыхали. Не видали никто. А это что? Это клуб. Кино смотрели. А сегодня мы видим историю Израиля. И не кино, а реальность. Итак, ибо вовек милость Его. Припев. Ибо вовек милость Его. Мысленно повторите все. Ибо вовек милость Его, что позволил нам быть здесь. Ибо вовек милость Твоя, Господи, сколько лет я уже живу здесь. Вовек милость. Враги, многие многое сделают пакости. У нас тут был, знаете, милиционер, который у меня большие связи есть. Я много зла могу вам принести. А какие? Начальник краевой милиции, генерал-лейтенант Чернов. Он только похвалился, и он в коле через три дня уже убрали. Торговали квартирами и прочее. Ну, знаете, где у нас саманы здесь были. Ибо вовек милость Его. Мы уже здесь немало что претерпели. Но так как сами нигде не мстили, доверяли Богу. И Бог все так устроил. Господи, что Вы сделали не так? Помилуй нас. Мы молимся о всех болящих, которые заказались, просят об этом тем более здесь. Ибо вовек милость Его. Да благослови Спаситель нас. Аминь. Да благослови Спаситель нас. Боя! Да благослови Спаситель нас. Аминь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...